всем доброго дня и всех благ вашей жизни и конечно желаю вам шикарно встретить рождество и новый год а я в этом выпуске после многомесячных исследований и испытаний могу наконец рассказать про сенсационные возможности моего энергетического посоха основанные на вихревой медицине правда я еще вчера собирался выпустить этот ролик но произошло событие по причине которого я этот сенсационный выпуск посвящаю произошедшему и так сегодня ночью я второй раз стал дедом у моей дочери родился внук первый внук был от сына ему уже более четырех лет казалось бы ну хорошо отлично поздравляем желаем но только какое отношение это имеет к их его и медицине и к самой теме вы знаете самое непосредственное только все по порядку моя дочь почти 20 лет живет в чехии конечно вышла замуж построили сами красивый дом в шикарном месте есть свой бизнес но была проблема семья не может зачать ребенка уже 11 лет с помощью медицины она проходила исследование лечение и тому подобные дела проблема конечно была серьезная и решить ее было почти невозможно но надежда ведь умирает последний и конечно дочь старается периодически приезжать на родину повидать близких удается как когда то пару раз год один раз два года последний раз она приезжала ровно год назад в конце ноября начало декабря на две недели приехала как обычно приболевшая с головными болями а я уже на то время занимался исследованиями вихревой медицине более полугода тут же взял торг бублик и положил на шею эффект был молниеносный в общем на следующий день она была как огурчик очень бодренькая без соплей и головных болей конечно был разговор на слабодневную тему и я заставил ее сесть на плоскую катушку говоря о том что все может случиться и в области вихревой медицины есть случаи беременности о которых я сам лично знаю она ответила что ты же знаешь у меня все серьезно и шансов нет но уже и возраст неподходящий тем не менее она стояла на процедурах и конечно перед отъездом подарил ей комплект которым она там активно пользовалась и вот через несколько месяцев она сообщает при очередной связи по скайпу что она беременна уже более трех месяцев но молчала так как боялась ну вы сами понимаете и вчера ночью позвонила по вайбру прямо из машины что ее везут в больницу а сегодня около часа ночи она родила крепкого и здорового сына почти 3 кило так что надеюсь вы разделите мою безграничную радость совершение почти невозможного вот а теперь вернемся к теме обозначенной в начале ролика я за эти несколько месяцев перепробовал более десятки всяких возможных версий моей идеи выпустить динамическую статику на свободу мне с самого начала не давала покоя некая несовместимость получения статического электричества в пространстве где все забито проводами но для начала мне надо было вникнуть во все происходящие процессы и их влияние на окружающих более полугода назад я все-таки решил поломать стереотип и вывести статику за пределы так называемых катушек просто прикладывая к концам высоковольтных проводов различные металлические предметы, провода, пластины, фольгу и тому подобное конечно я перед этим проводил эксперименты с совмещением резонанса торов и плоских катушек для их совместного использования комбинировал это все в самых немысловых ситуациях мотал всякие торы и плоские по трем, четырем и более проводов и пар совмещал разный диаметр проводов и их замочевать друг с другом пассивные, активные в общем чего я только не делал а как вам эти? наверное кое-кто узнает об этом некоторые уже видели подобное это Валентин Дандорф мне давал на исследование свои образцы а я их испытывал уже со своей колокольни и это и это тут видите с умножителями фольга такие попытки а шесть катушек в одной это что-то похожее если применяется Мен Дронофон для Катушова такие тоже видели но это уже работает на мегагерцах вот это вот тоже у меня давал но я правда все переделал по-своему но работает эта штучка на 2.1 мегагерца довольно опасная не советую иначе мало ли что в конце концов подошел к тому что надо сделать уже что-то более конкретное и сформировавшееся сама конкретная идея уже засела в голове и я приступил к изготовлению определенного варианта изделия единственное что нужно было выбрать от чего отталкиваться а точнее к чему привязываться у меня было два направления для расчета это золотое сечение и длина волны водорода с золотым сечением я попробовал пошаманить но было явно видно что не в том а вот с длиной волны водорода очень даже гармоничным сразу говорю что про этот выбор я сделаю отдельный ролик пояснением почему и для чего именно такая длина тут уж потерпите и вот сделав несколько первых различных экземпляров я начал проводить испытания на себе жене и всех кого мог поймать и дотянуться результаты были ошеломительные и вот хочу отдать должное жене она мне подкинула идею о которой я сам как-то тормознул напомню кто еще не в курсе я занимаюсь парапсихологией более 25 лет провожу диагностику и коррекцию биополя ну и всякие другие заморочки по этой теме и да в первую очередь когда я занялся вихревой медициной я все катушки проверял на наличие и воздействие биополей но ничего интересного не нашел поэтому на этом поставил точку и больше не возвращался но жена обратила внимание что излучатели действуют на нее несколько необычно в отличии от катушек и очень напоминает ощущение когда я провожу диагностику и биокоррекцию на ней конечно я сам не могу эти ощущения почувствовать и вот она предложила на ней замерить ее защитную оболочку и провести диагностику перед воздействием излучателя и после вы знаете когда я это все провел у меня серьезно был шок я сам не поверил что произошло так как результат был еще более впечатлительный нежели если бы я сам проводил биокоррекцию да и по идее это вообще невозможно так как я понимаю что статика ну никак не может быть замены биоэнергии ну что я это знаю так как умею совершенно ее пользоваться да небольшое отступление у тех у кого сейчас появилась гримаса сарказма по поводу экстрасенсорики в очередной раз напомню народ вы живете в 21 веке и другие виды энергии это не ересть это доказанный и передоказанный факт биоэнергия это одна из многочисленных разновидностей энергии которую сложнее уловить и понять но она существует и только одних ее разновидностей десятки я почти 50 лет занимаюсь электроникой и очень активно прошел такие дебли в понимании всех процессов и столько свою жизнь реализовал и узнал что против меня можно десятками оппонентов ставить и не факт что у них что то получится другое дело что знание и использование биоэнергии влечет за собой катастрофические опасности если ими владеют некий маньяк и просто урод поэтому неведомые вам силы стараются максимально уменьшить для окружающего мира понимание и использование этих возможностей так как человечество настолько низменно в своих побуждениях что получив возможность владеть биоэнергией просто уничтожит себе подобных как это уже было тысячелетия назад и к сожалению происходит в настоящее время ладно продолжим тему вихревой медицины так вот после шока пришло осознание что если это на самом деле так то это уже уровень открытия совершенно новых возможностей вихревой медицины когда без воздействия биоэнергетика происходит явное изменение защитного биополя любого организма конечно после такого я поставил цель подтвердить подобный эффект на других испытываемых стал собрать всех кого уже снабдил обычными комплектами предлагая поучаствовать в эксперименте ловил всех знакомых и незнакомых соседей, друзей, клиентов объясняя и уговаривая на проверку конечно многие пугались и не соглашались и конечно было сложно найти и уговорить тем более таких которые еще не были под воздействием вихревой медицины так как они максимально корректно могли дать правильное понимание происходящих результатов ну вот за несколько месяцев мне все таки удалось продиагностировать несколько десятков человек и сделать многие сотни замеров естественно разных возрастов полов и количеством различных проблем организмов но результат в главном был на сто процентов один это накачка защитного биополя на немыслимую величину восстановление и гармонизация чаг и увеличение энергетического потока для поддержания биополя в таком состоянии что это все значит вы все должны знать что любого живого организма существует защитная биооболочка которая естественно защищает от внешних вредных воздействий и проникновений и наверное в курсе что доказано если человек умирает то эта оболочка исчезает ну или если у человека эта защита почти отсутствует то сколько его не лечим а результат будет однозначен я например обычно замеряю размер биополя при помощи рамки она у меня с 92 года без изменений и как говорят у священников про какие-либо их атрибуты хорошо намолено то и слушается меня безупречно возможно лекцию про биоаналетику и подобные приспособления я создам со временем им на рамках удобно измерять и находить большинство биоаналетических проблем и аномалий кстати более месяца назад у Валентина Дендорфа я демонстрировал и проводил испытания на нескольких присутствующих возможностях энергетических посохов с диагностикой биополя вот несколько фрагментов из этой встречи а так вот так вот сели сколько там три четыре пять человек и все и все сразу так вот это сейчас чакры так это половая чакра первая потом выключим и посмотрим уже выключенное это сколько это вот где-то было так ну ладно в три больше вот так было три раза минимум так теперь чакру почему это так весело на Жени ая смолит я не могу Жени а мне смолит там в глаза ну сейчас на Жени будем смотреть там уже немного хватило, чтобы поднять раза в два-три да по контуру хорошая полочка Чакра. Молодец. Чудес головой, да? Вообще не пойму. У вас всех верхние чакры такие. Духовности нет у них иная. Да. В церковь не ходят, да? Ни во что не верят. Это позвоночный столб. Для продвижения энергии, в первую очередь, это позвоночный столб. Итак, включена была? Нет, ну там, да, там больше. Естественно, потому что, я же говорил, что там принципы другие. Совершенно в другом. Вот и хорошо, проверим. К тому же видишь, она больше, ну, это нет. Так ты все равно ногу подняла? Больше, она подняла, но и не так. Вроде побольше стало. Больше. Да. Нету лишь. Ну, не полтора метра, конечно. Но уже, по крайней мере, метр есть почти. Ну, а так же, да? Да. Было меньше. Угу. Это не очередь. Ну да. Теперь, то же самое. Можно отключать уже. Ну, если услышали, кто его знает. Валентин снимал происходящее. Конечно, это рабочие моменты, а не специальные съемки для показа по ютубу. Так вот, нормальный размер оболочки у человека около 20-30 сантиметров. Если смотреть впереди, на уровне груди. Причем не очень ровная и покореженная. Очень хорошо, когда более 30-ти сантиметров. Ну, это очень редко и очень здоровых людей. Чакры, а их семь, обычно находятся в очень разбросанном состоянии. Ну, и энергопоток, еле вялотекущий. Все-то, как видели в записи Валентина, я диагностирую рамкой. И вот после воздействия энергопосохом, защита увеличивается более чем в 3 раза. Даже если проводить сеанс всего 5-6 минут. То есть где-то до полуметра. А то и метр. А если после более 20 минут, то и на полтора метра. Иногда удавалось скачать защиту до двух метров. Чакры тоже сильно увеличиваются. И главное, выравниваются. С энергопотоком аналогичная ситуация. Но это если он и есть в принципе. Так как, если испытываемый энергетический вампир, то энергия перекрыта. Но про них будет отдельный разговор. Похоже, тоже очень интересный. Теперь по устойчивости и длительности раздутой оболочки. Я заметил, что если воздействие посоха было первый раз и ненадолго. То на следующий день оболочка уменьшалась. И на несколько дней могла почти вернуться в исходную. Ну и если сеансы проводились несколько раз. То даже после недели я фиксировал оболочку без изменений. Вот как было около метра, так и остается. Еще то стоит сказать. По поводу ощущений практических результатов воздействия. По первому сеансу испытываемых можно было разделить на три основных категории. Первое. Даже после полчаса они фактически ничего не заметили. Но на следующий день обычно рассказывают самые различные интересные ситуации. Второе. Явно замечают некое воздействие сразу. Чувствуют локальное обострение в академизме или наоборот. На следующий день тоже есть что рассказать. Третье. Выдерживает менее 5 минут. И уже видно, что стоит остановиться. Это так называемый эффект сауны. С моей дочерью первый раз то же самое было. Когда долго просидел в парилке, на большой температуре начинает кроется голова или мутится сознание. Обычно на следующий день рассказывают про то, как они ощущают себя с крыльями и открывается второе дыхание. То есть бесконечный восторг. Некоторые прямо чувствуют, как некая болячка просто выталкивается из организма. И различные симптомы уже излечиваются так же как от обычных катушек. Есть еще много чего рассказать, что происходило, но не буду затягивать. Если кто не понял, то поясню. В обычном виде катушки действуют локально на определенные участки. Их надо прикладывать к определенным местам. Конечно, прикладываются они только одной стороной. То есть как бы однополярно. Статические волны расходятся пульсирующим потоком. В одном направлении. Приложили в одном месте. Она действует так. Приложили в другое. Так. Это можно сравнить, как когда-то в древней войне стирали белье. Входили к реке, к ручью. И клали белье так, чтобы течение их обмывало. Конечно, белье омывалось потоком и как-то очищалось. Но для особого грязного материала этого было мало. Так как поток устаканивался и находил путь наименьшего сопротивления. А не вымывал грязь. И поэтому его начинали полоскать. Туда-сюда. В результате эффекта усилился многократно. Похоже имитируют в стиральных машинах. Когда барабан так же вращается все время в разные стороны. Ну как. Никакие мысли не приходят, на что я тут намекаю. Да-да. Мой энергетический посох, задействуя две полярности. Полярности одной катушки действует как интенсивное полоскание белья и очищение от грязи. Именно туда-сюда. Кто занимался катушками знают, что многие пытаются добавить генераторам некое управление. Чтобы или мощность менять периодически или вообще даже пытаться моделировать частоту резонанса. Чтобы хоть как-то заставить динамическую статику действовать более импульсивно. Создают дополнительно падные катушки или пассивные. Я например рекомендую не просто держать катушки на проблемном месте, а регулярно их приближать, удалять, смещать, перекручивать. Это заставляет саму иммунную систему несколько дополнительно расшевелить и создает эффект полоскания. Хотя и не очень мощный. В моем же подсказке конструкция такая, что выведена свободу статика многократно усиливается и захватывает окружающее пространство на несколько метров. Если ее рассматривать по энергоинтенсивности, то похоже на гантелю, захватая всю ауру человека верхней и нижней частью, постоянно меняя фазу. Ну или парлярность, как кому удобно. В результате энергополе интенсивно прополаскивает всю тушку от сих до сих. Такой режим работы совершенно недоступен никаким катушкам. Поэтому такой режим выполаскивает содержимое грязи в организме не просто как динамичная эстатика, но и как биогенератор. Похоже это некий особый эффект, но главное, что он принципиально создает новый способ лечения и восстановления. Не дает побочное электромагнитное излучение. Так как ставить его надо вертикально на расстояние 20-30 сантиметров. На первый раз со стороны спины, чтобы энергопоток прошел по очищенному каналу позвоночника и соответственно будут обработаны почки. Чтобы хорошо чистили кровь. Уже после пару сеансов можно будет устанавливать впереди. Хотя это не столь важно. Пациент может стоять, сидеть, но лучше если стоит. Еще может быть вариант и лежа. Пациент ложится и параллельно его телу посох размещается недалеко от него. Или сбоку или сверху. Но дело в том, что это такая щепетильная тема. Не особо ты уложишь клиентов или испытываем их куда-то, чтобы на них экспериментировать. Поэтому в основном у меня все проводилось или стоя или сидя. Ну а сейчас я пройдусь по тем излучателям или энергопосохам, как я уже их назвал, которые у меня на сегодняшний день остались. Сейчас, над которым я работаю именно, это вот пять различных видов. Основной этот, который я неоднократно показывал, и он у меня самый перспективный. Единственное, что еще дополню, что я собираюсь сюда, не помню, говорил уже или нет, сюда встраивать генератор, аккумуляторы и использовать его абсолютно автономно. Еще довольно интересным способом. Ну вот и потом, после испытаний. А так, как я говорил, двигаются туда-сюда сами излучатели. Их можно направлять больше-меньше и экспериментировать. Так, это тоже пока уберем. Вот такой вариант. Вот. Но это не такой посох, не симметричный. Это, наоборот, асимметричный, то есть односторонний и сделана, значит, одна сторона сделана против часовой стрелки завитая спираль. Вторая сторона по часовой стрелке завитая спираль. И вот одна в другую, вот они так и входят. Не касаясь, естественно, друг друга. Но это я меньше всего его использовал еще, пока проверял. Может быть, что-то будет интересное с ним, но пока, пока мне не до него было. Вот здесь вот такое основание, в стойку я поставил. То есть это у меня самый меньше всего задействован был в моих поисках. Эти я вам уже тоже, наверное, показывал. вот это симметричный, он меньше метра и больше рассчитан на сидящих. Конечно, и стоящих можно, тут не особо-то важно, но так размер как бы под сидящих рассчитывался. Значит, стоечки, как я делаю. Значит, трубка понятна вот эта. Двадцать пятка. Значит, если кто знает, вот это, кто занимается этой техникой, ну, витые парты раскладывают, то вот эти 15-ти метровые бухты, они в специальных картонных коробах, и вот там такая вот направляющая. Вот эти направляющие, я в свое время их много, этих коробов поразмотал. было делан, и вот вытаскивал оттуда эти направляющие, и опять же там кольца были, все это довольно-таки пригодилось на сегодняшний день. Вот это, если можете догадаться, плафон от лампы дневного света, китайской. Ну, вставил три алюминиевых трубки, проклеил термоклеем, и вот стоечка, пожалуйста, может оставить. Достаточно устойчивая. Вот такой вариант, который у меня еле на столе умещается. Тоже плафон, тоже от питания этой технологии, тоже алюминиевые ножки. Ну, а здесь труба тридцать двойка, пошире, и длина более метра. Вот его излучательный, он такой, но сказать, что он мощнее или слабее, тут не скажешь. Я экспериментировал, особой разницы не видно, что тот поменьше, что этот побольше. И то, что я как-то засветил в одном из выпусков, но еще никому не демонстрировал. Это самый настоящий посох, магический. Как видите, воссоздавал я его по эскизам посохов, которые вы можете увидеть в древних фильмах, там у каких-то царей, фараонов и так далее. Вот что-то похожее. Вот такое спиралевидное, но здесь идут спирали параллельно друг к другу с расширением. Естественно, я тут опять же фиксировал длину волны, то есть все кратно длине волны водорода. Трубка здесь обычная, ну вот здесь вот я применил какую-то вот основание пластмасску, но тоже трубка, сами знаете уже от чего. Тоже на термоклей там посадил. Причем тут даже вот стоит не три филяр, как обычно я ставлю сейчас, а еще бифиляр со старых моих намоток и пропитанные. Вот конструкция, сейчас я вам ее включу, покажу. Пусть будет новогодняя елка, своеобразная. Посох видим мы новогодней елки. Правда, к сожалению, камера не передает тех красок и такой шикарной красоты, которую он дает. Но я, наверное, может постараюсь как-то снять на фото, может как-то будет лучше. Потому что здесь на камере очень бледные краски, а так он светит очень шикарно. Я заказывал неонки зеленые, синие, и вот они пришли, я их сюда нацепил. Эти неонки никуда, нигде, конечно, тоже не подключены, просто висят между витками. То есть вот это две фазы, это одна часть фазы, это другая часть фазы, это все идет одностороннее. То есть вот от катушки идут два провода высоковольтные, приходит сюда и пошла раскруточка. К сожалению, мне тоже не удалось пока с ним повозиться тщательно, но я провел несколько экспериментов. Вот здесь вот, кстати, многие чувствуют, ну и я тоже самое, очень сильный поток идет, энергопоток. Что за чего, не знаю, но очень чувствуется вот здесь вот прямо. Именно навстречу вот на этом завихрении и здесь, и здесь. Он очень мощно чувствуется, ну как мощно, ну чувствуется. Я вот проводил эксперименты с ним, потом как-нибудь я еще более проведу несколько экспериментов и отрапортуюсь по его поводу. Вещь очень интересная, но пока повторять, пока не знаю, стоит не стоит. Но на будущее, я думаю, что-то с него получится. Пока что я рекомендую симметричные посохи. Как я уже говорил, они больше всего испытаны, проверены. Через них прошло десятки людей, сотни сделал замеров после этого. И постоянно они у меня в работе, что один, что второй. По размерам, ну, одно могу сказать. Я, конечно, как я уже сказал, придерживаюсь именно кратности длины водорода. Но пока особой разницы так не заметил, чтобы это... Но это не для этого. Для этого я потом расскажу, что, почему и как. Почему я все-таки выбрал размер. Так что, примерно, можете делать произвольно. Ну, вот, можно или эту двадцаточку брать, или вот эту, точнее, двадцать пятку. Или вот эту тридцедвойку трубу сантехническую. И прямо на них накручивать вот эти ленты. Желательно лента, потому что она больше захватывает объем пространства. Это важно достаточно. Просто, если тонкие проволочки для этого раскрутить, не будет тот потенциал. Так, теперь вот что. Напоследок. Пока на сегодня хватит, я думаю, достаточно. Конечно, не все, как всегда, сказал, что хотел. А, единственное, что вот покажу еще. Вот еще один сделал индикатор. То, что вот мне цветные эти пришли неонки. Ну, вот сделал, как этот излучатель. То есть, тут лента и тут лента. И неонка посередине. Оно тоже нормально работает. Примерно как светодиод. Но светодиод все равно как-то получше. Ну, это хорошо мерить. Оно, именно, когда статика, вот, очень хорошо меряется, вот, на этих. Очень четко можно определять, как, что идет направление. Ну, это так уже, дополнительно. Вот, и еще напоследок скажу, что, значит, есть ребятки, которые я видел, там у них есть видео, где они там замеряют тоже, типа, биополе. И что-то у них, она вообще какая-то бешеная. То ли 6, то ли 8 метров, уже не помню. Так, замерка биополя. 7 метров, уже выворачиваю в обратную сторону. Уже замеряли неоднократно. В доме не хватает места выше на улице. Ну, одно могу сказать точно, что это не то биополе, о котором они думают. Такого просто биополе существовать не может. Так что я не знаю, что они там измеряют, но пусть так считают дальше, но, тем не менее, это не то. Если что, я, в принципе, могу узнать и, то есть, провести диагностику и узнать, что они там за биополе такое хитрое мерили на столько метров. Но это уже другая тема. И последнее. Значит, следующий ролик у меня будет посвящен именно чистой статике, самой статике. Я проведу кое-какие эксперименты и покажу, как вас обманывают всякие деятели, ютубовские, всякие лохотронщики, которые вам показывают какие-то эффекты там хитрые, непонятные. Но, на самом деле, все не так, как они показывают, на самом деле есть. Вот. Но, опять же, как я уже говорил, этот ролик проскочил у одной из лекций Мишина. Точнее, не в самой лекции, а там в сноске. И меня это зацепило. Так что, в следующий раз будет немножко встряска. Но именно по статическому электричеству. Так что, имейте в виду, это тоже имеет значение как раз. Хоть разберетесь, что такое статическое электричество, а что динамическое и статическое. Это есть разница. Ну, а вам с наступающим. Я все равно еще не прощаюсь в этом году. Как минимум, один ролик я еще выпущу. Возможно, может, еще успею еще один. Но тут уже как получится. В общем, до свидания. Будьте здоровы.